Мы готовили к сопернику и соперник, все матчи, которые мы просмотрели, проанализировали, играл достаточно уверенно и организованно. Мы предполагали, что может быть два варианта событий. Это попытаться нас прессинговать или же закрываться. Мы увидели один из сценарий, который был на поле. Немножко был сумбур начало матча. В плане, знаете, когда мы допускали ошибки, надо было более хладнокровно работать. Но еще мы делали много лишних касаний в плане подстройки под газон. Потому что надо сказать, что поле было тяжелое. И когда даже мы разворачивали и правильно делали игру, вели игру, то все равно делали лишние касания в плане того, чтобы усмирить мяч. Когда мы это делаем, соперник без мяча, ему легче перестраиваться. Из-за этого вот такая вязкая игра получилась. Ну и такой вот первый тайм. Второй тайм. Все-таки мы включили скорость и подстроились уже все. Подстроились друг под друга. И мы создавали моменты. Мы забили гол. Создавали моменты. Угрожали воротам. И допустили, когда у соперника уже начались разрывы. Но вполне естественно, потому что соперник начал рисковать. И он перестроился даже на четыре защитника. Что, в общем-то, нам облегчило задачу. Потому что с четырьмя защитниками мы были готовы, как будет соперник играть. Но нам нужно... Мы увидели, что сценарий игры такой, что команда обороняется большим количеством. То есть девять человек за мячом, за мяч. И поэтому нам нужно было немного успокоить мяч. И это Олег Дмитриев, хорошо это все получается. Он ищет острые передачи. Соответственно, мы сделали такую замену. Они были... Мы о них думали, но мы, наверное, думали позже. Потому что и к Шаваеву Алишке, и к Мастерному у нас не было претензий. Ну, по игре никаких претензий. То есть делали все правильно и все верно. Нам нужно было освежаться. И, соответственно, мы чуть-чуть изменили структуру игры. Магаль вышел в свою позицию. Файзулин поменял фланг. И Олег вышел в середине. А есть какая-то информация о состоянии Алексея Гордова? Ну, но сейчас пока нет. Потому что сейчас на данный момент лед он держит. И, ну, вот, знаете, когда такое немножко тяжеловатое поле, когда все ребята делают... Ну, там и контакт был у городового. А у парней тоже... Вот ХЗР проделал большой объем работы и тоже ноги начало сводить, да, там. И ребята... Потому что интенсивность... Держит интенсивность, чтобы не опуститься ниже уровня, да, игры. Чтобы держать эту игру. Вот. Соответственно... Но мы выдерживаем. Это хорошо. Хотя, вот так, знаете, болячки... Ну, начинают какие-то вылазить. Вполне естественно. Но все равно дотерпели. Характер есть. Это самое главное. Самое главное. Олег Петрович, в первую очередь, я хочу поздравить вас с победой. Меня зовут Андрей Линк. Футбольный паблик в ГИК. Вопрос. По футболисту Андрея Никитина, который вышел на замену, здорово подключался к атаке, отработал в защите. В позже вовсе перешел на правый фланг. Вопрос. Что и на что еще способен этот футболист? Целый ряд позиций он закрыл сегодня за буквально 30 минут. Но, знаете, Андрей вышел в свою позицию, потому что у нас фланговые атакующие игроки, они могут меняться местами. Им это вообще не запрещено. Они это могут делать по ходу игры. И то, что Андрей оказался направо, а магально лево, это была взаимозаменяемость по игровому ситуации. То же самое мог бы делать и Файзулин с Мастерным, но, и мы об этом с ними говорили, но игра складывалась таким образом, что это не было целесообразно делать. А это была их инициатива поменяться флангами, потом была обратная замена? Ну, мы, знаете, как, мы отрабатываем такие вещи, когда по эпизоду игрок остался там, значит, игрок... И Андрей в том эпизоде, он оказался на правом фланге. Магаль, он, соответственно, это увидел, он переместился на левый фланг. И, ну, это очень здорово, потому что люди должны думать на поле. И действия без мяча, они гораздо важнее для нас. Не то, что прям важнее, чем, знаете, чем действия с мячом. То есть игра без мяча, она носит такой основополагающий характер фундаментальный. И здесь Магаль увидел, перестроился и все. Ну, на сборах много таких вещей у нас было. Поэтому от этого меняется определенная... Сама структура, она не меняется, но функции, они меняются. То есть игра видоизменяется. Тогда вот если происходит какая-то размен позиций, то у нас, начиная там от защитников до нападающих, все понимают, если принимает, образно говоря, Никитин или Магаль, или, допустим, Файзулин налево, или Мастерной направо, он принимает мяч, все понимают, что мы будем делать тогда, как мы будем открываться. Спасибо большое. Олег Петрович, с победой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот в первом тайме, да и во втором были ситуации, когда факел, может быть, по ситуации, может быть, по вашей установке, упрощал игру и сразу центральных защитников, там, через Чарова или через Брызгаву, делал длинные передачи на Хазарапаева, практически это без стройки центральных защитников, там, Шаваев, Подбашев, Медель происходил. Это реакция футболистов на газон, это ваше указание. С чем вы связываете вот такую игру? Потому что зачастую мяч напрямую заставлялся в эту подачу. Да, это нужно отдать должное футболистам, потому что они понимают, что газон сложный, и когда начинает дробить мяч, как я сказал, да, то есть мяч тормозится, сам по себе мяч тормозится, плюс еще нужно делать дополнительные касания, то есть это очень сложно. И, естественно, игроки без мяча не начинают перекрывать. Это в связи с этим соперник перестраивается быстрее, он оказывает давление, и соперник начал отодвигаться от ворот, то есть линия начала подниматься высоко. Поэтому вполне естественно зона освобождалась, и под давлением, но работали вперед, понимая, что у нас будет второй мяч и атака с ходу. И, в общем-то, такие моменты были. Ребята приняли это решение, и оно совершенно правильное. Мы это практиковали, мы это отрабатывали. У нас были поля в прошлые годы и хуже, и вяще, и так далее. И для нас было важно не потерять мяч. Ко второму мячу мы готовы, но мы готовы и в атаку. Мы понимаем, кто открывается за спину, мы понимаем, кто будет подбирать мяч, и в какую зону посылается мяч. Вот ребята приняли правильное решение. И из-за этого решения игра чуть раз, и защитники начинают тогда опускаться. То есть мы начинаем угрожать, защитники опускаются, они тянут за собой среднюю линию. Соответственно, у нас начал ходить мяч. Мы начали в ход. Вот основная ведь задача свести к минимуму потери на своей половине поля. Тем более, когда сложный мяч. Это очень важно, потому что соперник в первом тайме те подходы к штрафной площади и угрозы, и удары, которые были, он создал на основании наших ошибок. Вот это да, этого не должно быть. Мы должны действовать надежно. Ну то есть, уточню, если бы газон позволял, и был бы ровно идеальный, то Факил бы старался и даже в этой игре играть больше через центр, низом, то, как, например, мы видели на открытой тренировке во вторник, как отрабатывались все эти варианты, там, в одно-два касания и все остальное. Да, да, сто процентов, потому что, тем более, вот болельщики, вы были на тренировке, вы видели, что это отрабатывалось, и это отрабатывалось не один день, а и последующие дни. И вы же были живым свидетелем, когда это получалось очень хорошо, даже, ну вот, просто очень хорошо, вот то, что надо было. Но, к сожалению, вот так. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вы кормите Максима Максимова? Семь мячей за три матча, что это? Сейчас, я его не кормлю. Мы нужно отдать должного Максиму Максимову, потому что он говорит правильные вещи. Мы команда, прежде всего, и это слова Максима, который понимает, что он завершает усилия всей команды. И эти голы Максима, это заслуга не только его, ну, естественно, она его, потому что он это забил, вот, но я очень рад, что сам Максим понимает, что это заслуга команды. Я скажу, что это командная работа. Именно эти вещи отрабатываются для того, чтобы у нас нападающие забивали голы, чтобы у нас полузащитники или ассистировали друг другу, или отдавали полузащитники голевые передачи. Мы рады, что Максим забивает. Да, конечно. Он, этот план еще был до этой игры. Мы будем придерживаться этого плана. Завтра у команды будет выходной, послезавтра мы уже собираемся, начинаем работать. И вот у нас таких два дня, получается, рабочие. И один день мы пройдем в дороге полностью. Ну, тренировки не будет, уже будет тренировка там. Вот, будем, ну, будем двигаться дальше, будем стараться дальше. Вот. И я хотел бы поблагодарить и поздравить победы всех болельщиков, потому что это, это колоссально, это, я не устаю удивляться от того, что это удивительная атмосфера, которая, ну, мы не встречали ни в одном городе. И даже когда мы играем на выезде, приезжают болельщики и поддерживают. И вот, даже, знаете как, вот даже может быть что-то не получаться по качеству, а все равно, все равно одно единое целое. Вот команда и болельщики. Это, это наша общая победа, вообще наша заслуга, и мы двигаемся дальше. Движение наверх. Я бы так сказал. Нам надо так. Ааааа. Ааааа. Субтитры создавал DimaTorzok